Спасибо всем, кто сегодня пришел. Пусть, конечно, нас не так сегодня много, как хотелось бы, собралось потом в зале, все лица, в общем-то, все знакомы, то есть все, кому не равнодушна судьба города, кого волнуют проблемы животрепещущие, проблемы остро стоящие в нашем городе. Все они, в общем-то, все мы тут долго часто видим, все мы уже, наверное, на этих собраниях встречаемся далеко не первый раз. Я, с Вашего позволения, тоже небольшой, прежде чем ответить на вопросы, поставленные перед этим собранием, небольшой рассказ такой о направлениях, основных направлениях деятельности администрации города в этом году. Ну, год 2013, он для нас год перелит юбилеем нашего города, то есть в следующем году, как Вы все уже, наверное, знаете, городу исполняется 250 лет, дата очень серьезная, подойти к ней нужно очень серьезно. Городу и заводу исполняется 250 лет, ну и Белухомницкому району исполняется 85 лет, то есть для города, района и для завода, как для города, градообразующего предприятия. Это серьезная дата. Ну, в общем-то, одним таким из ключевых направлений в работе администрации в этом году будет подготовка к юбилею. И здесь, в общем-то, захватывается целый ряд вопросов, ряд направлений социально значимых, которые, в общем-то, позволят нам некоторые проблемы острые перед юбилеем снять. Ну, много очень сейчас говорится о том, будет или нет реализован ключевой проект, который планировался у нас как один из таких основных при подготовке к юбилею. Это проект, который уже сейчас, наверное, стоит называть как Холунинский арбат, то есть не просто там сравнивать его с каким-то арбатом, уже, наверное, будет ему присвоено это имя. То есть это создание пешеходной зоны здесь, по улице Ленина и по улице Усатовой. Я думаю, что однозначно этот проект будет реализован. То есть вчера нам из департамента социального развития, из правительства Кировского области привезено было соглашение о том, что нам эта субсидия уже однозначно выделена. И, значит, в ближайшее время мы начнем процедуру от города подрядной организации. И проект этот, я думаю, что после дня города, где-нибудь к концу юбилея, мы начнем реализовывать. К этому времени у нас будет уже графическая часть всего этого проекта. То есть мы уже сможем всем желающим показать, что в идеале должна представлять себя вот эта историческая часть города, в которую будет входить эта пешеходная зона. То есть некая концепция благоустройства. Ну и сюда же, наверное, можно отнести к этому проекту два очень серьезных социальных объекта. Это городской дом культуры, в котором мы с вами находимся, и детская и юношеская спортивная школа. Эти объекты, они огромную роль социальную играют в городе. То есть говорить о них как просто об объектах культуры и, в данном случае, дополнительного образования детей нельзя. Это действительно центры, в которых занимается огромное количество детей, как детей, так и взрослых людей, спорта и, в данном случае, культуры, если мы говорим о городском доме культуры. Ну и, значит, в июле месяце здесь, в городском доме культуры и спортивной школе примерно, наверное, я думаю, что в одно время начнутся ремонтные работы. Юбилей, наверное, надо было начать, наверное, с этого. Юбилей, значит, юбилейная дата у нас определена, празднования будут проходить три дня. В следующем году это будет последние выходные июля, то есть пятница, суббота, воскресенье. Почему июль? Потому что если мы возьмем так же середину июня, то достаточно сложно будет успеть нам закончить все необходимые мероприятия, все подготовительные мероприятия к юбилею. То есть определена была на заседании вот этого комитета дата последние выходные июля. Ну и вот от двух, в принципе, получено согласие правительства, правительство Кировской области, которое выделило нам субсидии на ремонт вот этих двух серьезных объектов. Та экономия, которая у нас появится в результате торгов, она будет направлена на ремонт спортивного комплекса здоровья. То есть объект, который, в общем-то, после достаточно долгих лет застоя в этом году, наверное, вторую жизнь обрел и был очень популярен, особенно в зимнее время у всех, наверное, категорий жителей, будет тоже, надеемся, в этом году приведен в надлежащее состояние. Также при совещании, которое провел губернатор, приезжая в январе месяце сюда, в Белую Холницу, на этом совещании все вопросы и проблемы обсуждались, которые необходимо нам решить при подготовке к юбилею. И дополнительно решением губернатора дополнительно выделено городу субсидия на уличный ремонт и лично-дорожной сети и субсидия на ремонт дворовых территорий. В газете вы, наверное, все читали статью о том, каким образом будет распределена эта субсидия, какие дворы будут у нас отремонтированы, какие улицы. Я думаю, что в этом году мы не допустим тех ошибок, тех причин, которые послужили к тому, что в том году не все средства были освоены, средства дорожного фонда. Мы в этом году от этого уйдем и постараемся максимально качественно, максимально эффективно освоить средства дорожного фонда, направленные на ремонт уличный, на дорожный сетей, на ремонт дворовых территорий. Отстроя достаточно. Уже сейчас все, кто живет в заводской части города, ощутили проблему, которая стала с водоснабжением. Здесь, в заводской части города, буквально, наверное, уже в майской празднике, и сразу после них мы ощутили, насколько нам не хватает воды, которая подается вот здесь, в заводской части города. Проблема решалась достаточно долгое время, можно сказать, полумерами. Понятно, что сейчас нам в рамках этого года намер тоже сразу же и в корне решить эту проблему не позволится инвестирование, но, значит, три скважины в этом году будут отремонтированы капитально, и одна еще скважина будет абсолютно промыта. Я думаю, что мы в 9 получим вот уже сейчас, до середины июня, для того, чтобы вот этот летний сезон, даже и в том случае, если лето у нас будет сухим, мы без каких-то серьезных подключений, без каких-то серьезных перебоев с водоснабжением, мы живем здесь, в заводской части. Ну и в дополнение, наверное, к вопросам, которые были адресованы депутатам городской думы, значит, у нас в части того, что люди очень-очень мало, наверное, знают о том, как работает городская дума, о том, в общем-то, кто их депутат достаточно быстро после выборов забывает. Значит, вот сейчас на майском заседании думы я перед депутатами озвучил необходимость проведения встречи, потому что Иоанн Павлович поддерживает нас на заседании думы, чтобы провести встречи, ну пусть не на каждой улице, но хотя бы в каждом микрорайоне, но на каждом избирательном округе провести встречи. Очень мне хотелось бы, чтобы на этих встречах совместно со мной, с заместителями, присутствовали депутаты избранные от этих округов, потому что люди вспоминают о том, кто у них депутат, крайне сложно, и вот я говорю, что после выборов через достаточно непродолжительный слог забываются о том, кто есть депутат от того избирательного округа, где проживает население. На этих встречах мы, в общем-то, совместно с депутатами выслушаем все вопросы, будем, в общем-то, каким-то образом, общаясь с населением, лучше узнавать о этих проблемах, о этих вопросах, ну и постараемся максимально эффективно решать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!